Всем привет! И как и написано в названии этого видео, у меня сегодня будет обзор на преамп аж за 5000 рублей. Это полностью ламповый преамп, и если учесть, что в комплекте с ним идет вот такой вот блок питания, то можно сказать, что за 4. Данный преамп пришел ко мне на обзор, но занял, собственно, достойное место в моем педаборде в качестве основного звука. Как так получилось? Давайте сначала по характеристикам. Во-первых, это литой алюминиевый корпус, очень толстый, можно бить людей. Это два независимых канала с независимой эквализацией, то есть эквалайзер на грязный канал, две ручки волюма, эквалайзер на чистый канал. И ручка гейна, судя по цвету видно, она относится, собственно, к перегруженному каналу. Это две лампы 6M2P, и это такая вот фича, повышенная регулировка низких частот на грязном канале. Это обалденно, потому что именно низкие частоты в случае репетиции прокачивают. На концерте пока не пробовал, но на репетиции очень даже прокачивают, пробивают весь микс. Гитара именно вот тащит. Что можно сказать дальше? У него есть свои особенности. Сделан он без выпендрежа, но видно, что с любовью, потому что все очень крепко сидит, все ручки такие достаточно тугие. Кнопочка, лампочка двухцветная, красный канал, зеленый канал. Есть отдельный выключатель питания вот здесь вот. Есть заглушка на гнездо под блок питания. Резиночки были здесь, я их заменил, поставил липучки для педалборда на свои же винты, ничего не клеил, все отлично. Куча всяких серийный прописан, куча всяких не влезать убьет, все по уму. Но в чем его главная особенность? В данном случае, когда мы включаем красный канал, у нас, соответственно, звучит грязный звук. У нас же, да, подалил, overdrive distortion там, как указано. И, собственно, работает сам по себе преамп с большим запасом гейна. Но когда мы выключаем его, а в данном случае именно выключаем, мы попадаем на чистый звук. Чистый канал здесь это байпас. То есть это байпас с эквализацией и с отдельной ручкой громкости. Это очень интересно, потому что ко мне уже попадали подобные преампы, и у них у всех была одна и та же проблема. Сам по себе преамп выдает больше сигнал, чем обычная педаль дисторшена, или же, чем, собственно, сигнал с гитары, даже с выхлопных датчиков. Более того, почти все преампы, не только ламповые, но и транзисторные, начинают звучать только когда вы в вольвом, но громко сделаете больше 12 часов. На час, на два, только тогда они начинают раскрываться. Если нет, убавлять громкость, то, собственно, и звук становится тусклым, больше песка появляется, менее читаемым. Получается так, что с преампа, когда он включен, идет достаточно большой выхлоп сигнала, направленный там в ретерн. Но когда вы выключаете его, переходите на байпас, вы попадаете в некую звуковую яму на минус 10 дБ. И так было на всех преампах. Соответственно, все мучились, как-то там мудрили, уменьшали громкость на гитаре, на нековом датчике, переключались. Кто-то просто ручкой громкости выходил из этого положения, но никто, в общем-то, их так и не выключал, весь концерт. А здесь согласованы именно громкость чистого канала и гряза, не только за счет ручек громкости, вы можете даже отрегулировать по-другому. Но и согласованы не только, ну, выхлоп между двумя каналами, но и сам по себе, выход сигнала. Данный преамп можно включать не только в ретерн, где он будет полноценно звучать, как преамп, но и в другой преамп, то есть в инпут вашего усилка. Допустим, у вас есть транзисторный, понятное дело, там комбик, где нет ретерна. Или же у вас недорогая домашняя, как это обычно бывает, ламповая башка или же ламповый комбик. Где, опять же, бывает нет ретерна, нет петли, есть только инпут. И здесь, в данном случае, вы можете его подключить в инпут и, собственно, ничего не сгореть, ничего не спалить. Более того, на бюджетных ламповых, собственно, башках бывает и нету никакой эквализации, вообще никакой. Или же максимум одна ручка тонны из того, что мне выпадалось на тесты. В данном случае у вас, получается, на этом самом байпасе есть эквалайзер для вашей башки. Да, и то же самое у вас может быть любой источник чистого звука, в том же самом случае даже процессор. Вам там нравится чистый звук, как это часто бывает. Вам там нравятся эффекты, хорус, фленджер, что угодно там, да. Но не нравится гейм, потому что он не читается. Пожалуйста, вуаля, подключаете перед ним, да, ламповый перегруз. Поэтому это очень интересное решение и, ну, продает несколько больше вариантов подключения в цепи. Которые мы, в общем-то, давайте сейчас с вами послушаем. А уже потом я расскажу свое мнение о звуке, ну и почему для меня это стало самым лучшим приобретением за последнее время, ну вот в моем новом педалборде. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok